70-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу, спасли случайные грибники. Владимир Михайлович Фомин поехал сам за грибами на своем ГАЗ-69, но застрял в лесу на машине, пошел искать помощь и заблудился. Он плутал три дня и три ночи. В это время были организованы масштабные поиски с привлечением волонтеров-поисковиков, но спасли дедушку случайные люди. Сел на передний мост, решил выйти, найти, обойти, и круголяю все хорошего сделал. И что там, ночью все все равно. Пошел вниз, спустился, внизу мох, мох белый такой, пушистый. Что его? Загреб кучу, лег, ночь проспал. А утром ехала бригада, уже начали искать меня. Втретились парни с девушкой на машине. В лес мы решили съездить изначально вообще в другую сторону, в Кержениц. Но вроде как, услышав вот этот сюжет, ну, чем черт не шутит, может быть. Мы поехали в ППК. В ППК возвращаемся обратно, по сторонам озираемся, замечаем человека. У него не было одного сапога. Носок у него был очень истаскан, порван. Шагал столько километров, столько дней. То есть он лежал, да? Он лежал, он лежал уже без движения. Я вообще думала, когда к нему подошла, подбежала из машины, подбежала и сразу его запульс. Пульс очень был плохой, нитевидный. Он был бордового цвета, солнце. Это было, наверное, градусов 30 было, когда это было, 28 числа. Жарища. Думаю, господи, дед, только живой. Вот. Растолкали, глаза открыл. Такие глаза такие проволокли. Такой, ну, видимо, зрение у него тоже не очень. Да и слух тоже не очень, как это выяснилось потом в машине. Я им сказал адрес свой. Сказал, я живу. Ну, они меня доставили прямо вон до колючки. Молодец. Он верно сказал адрес. Сказал, что есть жена, жена у него дома, работала всю жизнь в школе. Рассказал свою биографию. Это мы выяснили, потому что его надо было тормошить, чтобы он не отъехал без сознания или еще что-то. Потому что непонятно, что там вообще с ним было. Вот все. Таким образом мы привезли к жене. Жена тут похватилась сразу же. Господи, мы тебя три дня, три ночи ищем. Да как вам удалось его найти? Да тут столько людей ходило с собаками и спасателей. В лес больше хозяйка не отпустит? Все. Ну, на перси все жил.